Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, если резонирует, если хотите сегодня узнать про инвестиции, если хотите сами начать инвестировать, поставьте пятерочки в чате, и я буду сейчас передавать слово нашему первому спикеру. И напишите, кстати, еще плюсы и минусы, кто сейчас инвестирует, кто не инвестирует. Плюс, да, я инвестирую, минус я еще не инвестирую. Хорошо, вижу ваши ответы, друзья. Друзья, я передаю с большим удовольствием слово нашему топовому эксперту нашей компании Юсти, Эдварду Дубинскому. Давайте еще раз Эдварда поприветствуем. Эдвард, вам слово. Ребята, добрый вечер всем. Как меня слышно, пожалуйста, ребята, поставьте плюс, что вы меня слышите. Добрый вечер. Ребят, первое, чтобы мы немножко четче разъяснили, кто есть кто, присоединяюсь к Максиму со словами о следующем. Просто для вашего разъяснения, потому что те, кто меня уже знают, вы все знаете, что я всегда говорю правду, как есть. Поэтому будем продолжать, будем продолжать в этом же духе. Я работал в прошлом году с Артуром и с Максимом. И в этом году у нас произошло разделение площадок, где ребята Максим и Артур запустили очень интересную, мне кажется, платформу для обучения, которая называется Юсти. Для вас, ребята, я хочу, чтобы вы все знали, что мы, я, продолжаю работать на площадке Fintillect.com. Fintillect.com – это моя платформа обучающая, которая предназначена конкретно для финансового образования. Здесь, вы знаете, мы будем продолжать работать над тем, что происходит на финансовых рынках. Мы будем обсуждать, как инвестировать, мы будем обсуждать, как управлять деньгами, мы будем проводить наши обучающие курсы, которые уже есть. 3 марта у нас есть запуск нашего курса «Путь к финансовой независимости», а после этого мы запустим наш курс «Успешные инвестиции в IPO». Я повторяю, моя платформа называется Fintillect.com, вы ее можете найти на сайте Fintillect.com и приходите, пожалуйста, продолжайте приходить на канал в YouTube, который называется Fintillect – финансы и инвестиции, где я только сейчас начинаю рубрику именно о том, что происходит на финансовых рынках. Сегодня, я хочу вам сказать, находясь 7 февраля 2018 года, мы находимся в очень интересном моменте. Момент, о котором я уже говорю 4 месяца подряд. Те, кто прошли наши курсы «Успешный инвестор. Путь к финансовой независимости», особенно в последние полгода, знают о том, что я говорю очень давно о том, что рынок перегрет. Финансовый рынок, американский рынок, США, акции перегрет, и мы ожидали коррекцию. Я хочу вам официально объявить, ребята, что она началась. Давайте мы тогда немножечко пойдем дальше и посмотрим, о чем мы сегодня поговорим. Мы не будем говорить долго, мы будем говорить где-то 20 минут, но я хочу затронуть две важные темы для вас. Первое. Что все-таки произошло на рынке США, почему мы это могли предвидеть, почему это ясно, куда это идет, с чем вы должны будете справиться в следующем году, в этом году имеется в виду на следующие 12 месяцев, и как правильно инвестировать, чтобы защитить себя сегодня и навсегда. Во-первых, давайте быстренько вернемся к второму февраля, в прошлую пятницу. Я хочу, чтобы мы все понимали, что конкретно произошло и почему рынок обвалился, и почему он будет продолжать корректироваться. Первое. Второго февраля произошли фантастические новости для американского рынка. Просто фантастика. Это был тот день, который еще раз доказал, что экономика и финансы – это две разные вещи, и нельзя их путать вместе. Одна из самых больших ошибок у людей – это что они путают экономику с финансами. В пятницу 2 февраля на американском рынке вышли фантастические экономические новости. Они показали, что американская экономика добавила где-то до 200 тысяч рабочих мест в предыдущем месяце. Рост оплаты труда, зарплаты в среднем в Америке поднялись на 2,9% за предыдущий месяц. Вы, может быть, слышали о том, что в Америке в конце 2017 года был принят законопроект, именно закон о снижении корпоративных налогов. Так вот, все эти индикаторы, с одной стороны, как экономические индикаторы, они говорили о том, что есть агрессивный рост экономики. Но если посмотреть на это с другой стороны, то мы видим, что эти индикаторы об агрессивности экономики – это индикатор о том, что в Америке есть, проявила свою некрасивую голову инфляция. И это будет значить, что американский федеральный резерв США, это центральный банк, он продолжит повышать банковские ставки. Он в 2017 году проявил поднятие ставок три раза. Он будет продолжать это делать в этом году. А когда мы говорим о повышении ставок, мы говорим о том, что это замедлит экономику. И вот на этой причине все рынки обвалились. Обвалились акции, потому что когда замедляется экономика, прибыльность корпораций будет падать. Обвалились облигации, потому что когда повышают ставки, все игроки, кто инвестирует в облигации, продают облигации сегодня. В надежде купить новые облигации позднее, которые будут иметь более высокий купон, более высокий процент. Вот что мы увидели. Вот что мы увидели. Эти две вещи приводят нас к чему? Приводят нас к тому моменту, где мы теперь понимаем, что в течение следующего года, который у нас впереди, вот эта тема инфляции станет главной темой для обсуждения на финансовых рынках. И она будет трясти этот рынок вверх. И она будет периодически обваливать этот рынок вниз. Окей, давайте я на данном этапе, ребят, если вы мне позволите, я переключусь к вам и посмотрю, просто проверю, насколько вы меня слышите, понимаете. Дайте мне плюс, что вы меня понимаете, о чем я говорю. Мне важно, чтобы вы понимали, что вы понимаете, о чем мы говорим. Пожалуйста, давьте плюс. Я также добавлю, что наши студенты на платформе Fintellect.com, которые проходят наши курсы, они обучены этим вещам. Они обучены тому, чего можно ожидать, как правильно инвестировать в течение этих всех кризисных моментов и как можно здесь даже заработать. Я вам могу сказать, я вам могу сказать, что возможность заработать есть. Но самая важная вещь, которую вы должны знать как инвестор, это что вы не трейдер. Смотрите, очень важный момент. Когда рынки начинают лихорадить, а мы сейчас вошли в зону турбулентности. Я только что разместил видео на нашем ресурсе Fintellect финансы и инвестиции в Ютьюбе. И там буду размещать видео дальше на нашем Ютьюб канале на эту тему. Но я его назвал, этот ролик, американский рынок, пристегните ремни. Потому что следующие 12 месяцев как минимум мы увидим очень сильную волатильность. Вот о чем я говорю. Вот это слово волатильность. Я хочу, чтобы вы, те, кто не знакомы с ним, сразу с ним познакомьтесь. Волатильность это турбулентность. Мы увидим турбулентность. Потому что, я повторяю, рынок финансовый сейчас будет жить на основе информации, новостей дня, которые дадут индикацию о том, что инфляция идет вверх или что инфляция пойдет вниз или под контролем. В те дни на финансовых рынках, на Уолл-стрит, когда будет выходить какая-то информация о том, что есть агрессивный рост экономики, рынок будет валиться вниз. В те дни, когда информация будет о том, что экономика не растет сильно, рынок будет идти вверх. Почему? Потому что агрессивный рост значит инфляция. Инфляция значит поднятие ставок федеральным резервам. Поднятие ставок значит замедление экономики. Поднятие ставок значит падение акций, падение облигаций. Вот к чему вы должны быть готовы. Поэтому повторяю, приходите к нам, учитесь у нас на fintilect.com и мы будем проводить наши курсы, где мы вас будем обучать всему этому. Теперь давайте вернемся на секунду к презентации. Как правильно инвестировать? Я хочу на эту тему поговорить пару минут. Первое. Есть только два способа, как заработать на таких турбулентных рынках. Первое. Как трейдер, как тот, кто торгует на рынке. Это не большинство людей. Это не я. И я не рекомендую простым инвесторам торговать на финансовых рынках. Вы просто этого не умеете делать. Вы потеряете деньги. Вы просто потеряете деньги. Поэтому, как я предлагаю вам инвестировать. Первое. Как инвестору вы должны помнить очень важный момент. Вот перед вами есть кривая. Это финансовый рынок США, который показывает вам, что произошло за последние 10 лет. Если бы вы купили акции американского рынка перед предыдущим обвалом в 2007 году, когда он начался в октябре, и не торговали бы, а просто придержали бы свои деньги, вы бы до 2017 года удвоили бы свои деньги. Как долгосрочный инвестор, как долгосрочный инвестор, вы всегда будете в выигрыше. Как долгосрочный инвестор, который не торгует, вы получите ситуацию, где вы будете от 7 до 10 до 13-15% в год зарабатывать на американском рынке без проблем. В твердой валюте, в солидном инструменте. Вот вам пример, что если бы вы были самый невезучий человек в октябре 2007 года и купили бы все перед обвалом, вы бы до сегодняшнего дня удвоили бы свои деньги за 10 лет. Вы бы фактически заработали где-то 7 с чем-то процентов в среднем в год. Американский рынок так себя ведет очень много лет. Вы знаете, те, кто являлись моими студентами, что долгосрочное инвестирование – это единственная форма инвестирования, которая есть. Поэтому мой вам совет. Если вы уже находитесь финансово инвестированы, например, в американский рынок акций, я рекомендую вам в нем или сейчас, или сейчас, если вы много заработали, продать и уйти в кэш. Это один вариант. Продать, выйти из американских акций и сидеть в кэше. Или второй вариант – это если вы достаточно молоды, если у вас есть много лет впереди, 20, 30, 40 лет, вы можете спокойно проехать через эти горки и идти вперед. Потому что, знаете, одну важную вещь. Этот рынок очистится. Коррекция нужна. Она нужна для того, чтобы очиститься, чтобы рынок опять мог по спирали идти вверх. Вы видите, ребята, вы видите перед собой, как торгуется рынок. Вы видите, что вот возьмите 1929 год. Вы видите ямку 1929 года. Вы видите, что даже тогда вот эта вот маленькая ямка была великой депрессией. Это был огромный спад рынка. Здесь, на этом экране, даже не увидишь спад 1987 года. Но он был. Поэтому, смотрите, очень важно, долгосрочное инвестирование – это единственная форма, как себя спасти. Или на следующие 12 месяцев вы можете спасти себя, сидеть в кэше. Кому это понятно? Теперь, если человек трейдер и торгует, то очень важно понимать, что трейдинг – это не инвестирование. Трейдеры зарабатывают деньги на волатильности, на прыжках вверх и вниз. Я всех хочу предупредить, ребят. Это иллюзия думать, что мы с вами трейдеры. Мы такими не являемся. Мы не сможем найти эти горки и эти спады. Мы просто будем страдать. Поэтому имейте это в виду. Ребят, последний вопрос перед тем, как я отключусь. Я еще раз хочу спросить, кому это понятно. Я буду рад, я буду рад, чтобы вы приходили на нашу платформу финтеллект.ком. Приходите на наш канал в YouTube «Финтеллект. Финансы и инвестиции». Приходите на наши курсы. Будем учиться. Я ребятам желаю удачи в Юсти. Они молодцы, они стараются. Платформы обучающие – это именно туда, куда надо идти, ребят. Я за обучение. Ребят, я тогда потихоньку со всеми с вами распрощаюсь. Надеюсь вас увидеть в будущем. Спасибо за ваше время. Спасибо Артуру и Максиму за приглашение поучаствовать в таком вебинаре. И я буду рад с вами в будущем быть в ВКонтакте. Всего вам хорошего. Увижу вас на финтеллект.ком. Продолжение следует... Так, ребят, давайте скажем еще раз спасибо Эдварду. Напишите восклицательные знаки, кому понравилось, кто был рад видеть Эдварда, кому понравилось его выступление. На самом деле мы всегда рады, если Эдвард побольше рассказывает, но вот сегодня в таком сжатом формате он рассказал реально инсайдерскую информацию, которая поможет вам сделать правильные инвестиционные шаги. Давайте восклицательными знаками еще раз скажем спасибо Эдварду. Он один из наших топовых экспертов на нашей образовательной платформе Юсти. Собственно, Эдвард один из наших авторов, один из наших экспертов. Если вы хотите больше учиться у Эдварда, то добро пожаловать к нам на платформу, где кроме него еще семь топовых экспертов, и мы набираем новых экспертов, которые будут вас обучать у нас на Юсти. Окей, хорошо. Давайте я теперь передам с большим удовольствием слово Нине Поляничевой, человеку с огромным корпоративным опытом, 19 лет в финансах. Нина, кроме того, что я до этого уже рассказывал, является аккредитованным тьютером Министерства финансов Российской Федерации. Она и ее компания управляют капиталом 70 семей России и СНГ, и она в прошлом являлась топ-менеджером нескольких известных российских компаний. Поэтому, Нина, здравствуйте, добро пожаловать. Ребят, давайте поприветствуем Нину, напишите, пожалуйста, в чате. Напишите «Приветствуем», «Здравствуйте» и передаю слово Нине Поляничевой. Всем добрый вечер. Я не знаю, слышно ли меня. Поставьте, пожалуйста, плюсики или, как меня слышно, десяточки или пятерочки. Давайте я пока с вами познакомлюсь. Напишите мне, пожалуйста, кто вы, наемный сотрудник или предприниматель. И нужны ли вам лично инвестиции. Сейчас пока я с техникой разбираюсь. Так, пятерочки, слышно? Отлично. Отлично. Давайте я немножко расскажу о себе. Я не знаю, видно ли презентацию. Я надеюсь, что видно. Пока вы отвечаете на мои вопросы, я расскажу, наверное, о себе в двух словах. Это что моя компания, я и моя команда позволяют людям не терять время и деньги. Это, наверное, основное, чем мы занимаемся. И когда люди ко мне приходят в 35+, на консультацию, они всегда говорят, что «почему я не встретил вас 10 лет назад?» Но, к сожалению, 10 лет назад эта профессия только зарождалась, поэтому тяжело было нас встретить в финансовых советниках. Их было очень-очень мало. Так, давайте я посмотрю, что вы написали. Наемный сотрудник. Отлично. Предприниматель. Все пишут. Нужны... Никто не написал, зачем нужны инвестиции, но ничего, как раз мы сегодня собрались здесь для того, чтобы разобраться с этим, зачем же нам инвестиции. У меня очень сложная задача, у меня много материала, которые я должна уложить в 30 минут. И я приношу свои извинения за мой, может быть, болезненный голос, потому что он еще не до конца прошел. Но я надеюсь, это не помешает никаким образом нам. Итак, вообще в финансовой сфере есть три кита благополучия. Защитный блок, ликвидный блок – это, по сути, деньги, которые у нас есть на счетах, и инвестиционный блок. И именно на этих трех китах держится ваше благополучие. Любое отсутствие этого блока, одного из этих блоков, скорее всего, приведет вас к неудаче. Но так как мы сегодня рассказываем именно про инвестиционный блок, то именно на этой теме я и остановлюсь. Зачем же нам всем инвестиции? Я думаю, не открою никакой секрет, что вы знаете, что деньги обесцениваются. И посмотрите, то, что сегодня может выглядеть таким образом, через 20 лет именно на эти деньги, скорее всего, вы купите то, что изображено на второй картинке. Если посмотреть на конкретные цифры, за последние 10 лет инфляция в России 8,5%, в США 1,7%, и если взять чуть подальше, то это будет 15 лет, это будет гораздо выше инфляция в России. Думаю, что в Казахстане, в Белоруссии, в Украине, точнее не думаю, а знаю, что это будет еще выше, чем 8,5%, поэтому понятно, что в первую очередь нам инвестиции для того, чтобы обгонять инфляцию. И скажите мне, пожалуйста, сколько на вашей памяти обесценивался рубль? Я понимаю, что вы все не только из России, но вдруг кто-то помнит именно про рубль. Как вы думаете, сколько раз обесценивался рубль? Напишите, пожалуйста, мне. У меня идет, так я понимаю, с задержкой, но я надеюсь, что вы напишите. Если посмотреть именно, сколько раз обесценивался рубль с 92-го года. Я пока покажу. На самом деле глобально он обесценивался 4 раза. Они здесь все указаны красным цветом. И если вы посмотрите, то рубль имеет такое свойство сначала обесцениться, потом немножко укрепиться. Но в целом вы видите, что 4 раза был, по сути, обвал рубля. И если посмотреть на эти периоды, то здесь тоже нет никакой Америки. 6, 10, 6 лет. Вот с такой периодичностью у нас происходят кризисы или обесценение рубля. И в следующие 25 лет я уверяю вас, что, ну, может быть, с какой-то маленькой вероятностью, там, может быть, удлиниться период 7-8 лет, но это будет происходить. И исходя из этого, как вы думаете, в какой валюте нужно сохранять или инвестировать деньги? Мне очень хочется видеть ваши ответы, но я понимаю, что идет задержка. Многие написали 3-5 раз. Кто-то написал 4. Ну, в целом вы правы. Вот. И многие пишут, что инвестиции нужны. Здорово. Итак. Вообще у финансистов есть два метода расчета доходности. То есть это расчет будущей стоимости, либо расчет в реальной стоимости. Я вам предлагаю сейчас отойти от инфляции, от всего, и принять такую простую модель, именно реальная доходность. И с сегодняшнего дня начать измерять все в реальной доходности. То есть куда бы вы ни инвестируете, в рублях, в какой-то другой валюте, в гривне и так далее, всегда, или в долларах, да, всегда смотрите на реальную доходность. Давайте посмотрим, что это такое. Это средняя доходность любого инструмента, который вы знаете, и минус средняя инфляция. Смотрите для примера. Допустим, депозит в Звербанке – 5,5%. И средняя инфляция, как вы видите, в рублях – это 8,5%. То есть, по сути, ваши деньги каждый год обесцениваются на 3%. Я для простоты предлагаю считать, что депозиты приносят 0% годовых, да, чтобы вас не путать, потому что понятно, что есть в некоторых банках вы можете достичь и 8%, да, смотря в какие банки вы разложите свои деньги. Но для того, чтобы вы понимали, зачем нам, ну, как бы нужна вот эта реальная доходность, на самом деле понять, насколько вы приумножаете свои деньги. То есть, деньги, находящиеся на депозите, вы не приумножаете, вы в лучшем случае либо пытаетесь их сохранить, либо сохраняете. И что же нам с этим совсем делать? Собственно говоря, смотреть на другие инструменты. И посмотрите, это статистика от Morningstar за 86, то есть, это огромная статистика, 86 лет. Она была, как говорится, до нас с вами, да, я думаю, что мы все моложе, чем 86 лет. И я уверена, что она будет и после меня, даже когда меня не станет, Morningstar продолжит собирать статистику, и, скорее всего, она мало изменится. И посмотрите, то есть, если вы, мы говорим про доллар, потому что такой статистики в рублях, конечно же, нет и ни в какой другой валюте, то у нас в основном развитый рынок, это рынок США. Поэтому посмотрите, инфляция за 86 лет в США достигла всего лишь 3% годовых. Понятно, что в разные годы она была разной, но если бы вы инвестировали все 86 лет и не забирали деньги с рынка, 86 лет, то инфляция эти деньги съела только на 3%. Вы видите дальше казначейские вексели, облигации, акции крупных компаний, акции малых компаний и так далее. И посмотрите, если бы я сюда наложила график недвижимости, то он бы был на уровне казначейских векселей. О чем нам это говорит? Что, по большому счету, депозиты, казначейские векселя и недвижимость – это все то, что не обгоняет инфляцию. То есть для того, чтобы… Это просто сохранение наших денег. И для того, чтобы двигаться быстрее, вам необходимо использовать другие инструменты. Но для того, чтобы использовать другие инструменты, вы в первую очередь должны разбираться в рисках. Если все наши инструменты, которые нужно разложить по пирамиде рисков, то оно примерно выглядит так. Вклады, накопительное страхование, классические инвестиционные фонды, ЛТФ, облигации, недвижимость – вы видите. И вот то, что указано в макушечке, я это называю игра. Почему игра? Потому что это для профессиональных участников рынка. Я не говорю, что там нельзя заработать, что-то приумножить и так далее, но это точно не для обычных людей. То есть вы должны быть профессионалом в этом и потратить не один десяток лет для того, чтобы забраться на эту макушечку. Нам, обычным людям, достаточно вот этих инструментов. Но как вы посмотрите, пирамида, она не просто так, да, и желательно вот эти все инструменты иметь у себя. Но чаще всего с тем, что я сталкиваюсь, что люди начинают как-то не так. То есть посмотрите, если мы возьмем и перевернем эту пирамиду, то что у нас получится? Люди начинают с каких-то производных инструментов, с каких-то форексов, опционов, фьючерсов, открывают бизнесы, но ничего, то, что лежит в основании этой пирамиды, у себя не имеют. Именно это может привести к неустойчивости и отсутствию благосостояния. То есть насколько нравится эта пирамида, как вы думаете, не упадет ли эта пирамида когда-нибудь? Мне кажется, здесь ответ очевиден. Основные виды рисков. У нас есть четыре основных вида риска. Это рыночный, валютный, страновой и риск компании. Мы с вами знаем, что такое валютный риск, да, мы посмотрели, насколько обесценилась валюта. Рыночный – это то, что происходит сейчас, когда все кричат, что рынки падают. На самом деле нормальные инвесторы ничего не делают в этой ситуации. Страновой риск – это понятно, что нам желательно бы инвестировать во весь мир, а не только в свою конкретную страну, в которой мы живем. Риски компании – это риск одной компании. То есть если вы вкладываетесь в одну компанию, то, соответственно, вы несете непосредственные риски, что завтра этой компанией не станет, и вы потеряете все свои деньги. Я хотела бы коснуться трех видов стратегии инвестирования. Спекуляции. Это чаще всего одна минута и один день. Как это выглядит? Я думаю, что вот эти картинки вы всегда встречали в интернете или встречаете, которые зазывают нас. Посмотрите, Facebook заработал 150%, давай, инвестируй. Ты заработаешь тоже 150%, и кто-то ведется на это, но это в чистом виде спекуляция. Так вот, по статистике спекулянты достигают успеха 1%. То есть 1% обыгрывает средние рыночные ставки, те, которые я вам показала до этого. То есть те, которые ставки за 86 лет, это вот всего лишь достигает 1%. Готовы ли стать вы этим 1%? Я лично не готова, но вы можете попробовать. Активные инвестиции. Забыла еще одну вещь сказать. Спекуляции, во-первых, были в 19-м еще веке, родились, да, и это были чтения технических графиков. То есть если вы владеете теханализом, то у вас есть все шансы стать спекулянтом. Активные инвестиции зародились в 30-40-е годы. Это то, что практикует Уоррен Баффет, всем известный. Это чтение отчетов. То есть если вы хорошо читаете отчеты, то вы можете пользоваться активными инвестициями. Чаще всего горизонт этих активных инвестиций занимает от 1 до 12 месяцев, у кого-то несколько лет. Но это все-таки активные инвестиции, за которыми приходится следить. И процент успеха здесь чуть-чуть выше, 5% успеха. То есть если вы хотите стать Уоррен Баффетом номер 2, то вы тоже можете овладеть этой специальностью. И я считаю, что те виды инвестиций, которые доступны для каждого, это открытые в 80-м и 90-е годы портфельные инвестиции. Это то, что может любой позволить себе человек. Единственным условием 10 плюс лет, то есть это не краткосрочные инвестиции, это всегда долгосрочные инвестиции. И я уверяю вас, что 90% ждет вас успех. И 10% неуспеха может случиться только с теми, кто выбрал короткий срок, горизонт 5-7 лет, или же совершенно неправильную стратегию или положил неправильный портфель, ну как бы там акции или фонды акций в свой портфель. И если на пальцах объяснить, что такое портфельные активы, то я думаю, что вам известен Инкс ММВБ. Это акции 50 компаний Российской Федерации, так называемых голубых фишек. Я думаю, что все вы их знаете. Газпром, Сбербанк, Лукойл, они все у вас на слуху. Это молодой индекс, и если вы покупаете такой индекс, то считайте, что у вас уже небольшой портфельчик есть в вашем инвестиционном портфеле. Более интересный индекс – это S&P 500, это 500 компаний Америки. Он, конечно же, более интересен. Я думаю, что вы тоже с ним знакомы, поэтому не будем останавливаться. На чем бы я хотела остановиться для того, чтобы вам еще раз показать, почему именно портфельные инвестиции приносят успех. Прошу прощения. Посмотрите, это статистика от Высшей школы экономики. Они провели, я считаю, великолепную работу и продемонстрировали нам отличный результат. Смотрите, в 81-летних период, то есть за 80 лет, если вы инвестировали на один год, то есть всего лишь на один год, то есть каждый год вы как будто инвестируете, и вот они вывели такую тенденцию, что минимальная годовая доходность, то есть 47% вы могли бы потерять в акциях. То есть если вы инвестируете только на один год, то вы могли потерять 47%. При этом вы могли также получить и 67%. То есть мы видим, вы инвестируете на один год, то это очень и очень рискованно. Но посмотрите, если вы инвестируете на 10-летний период, то на протяжении 70-ти десятилетних периодов, начиная с 1928 года по 2008 год, вы получили бы в худшем случае всего лишь минус 1% в акциях. Минус 1%. В облигациях вы вообще бы не получили убытка. А в среднем вы получили бы 10,5% это в валюте. То есть я повторю, они проводили статистику, считали именно по индексу Доун Джонса и по 10-летним государственным облигациям США. И посмотрите, те, кто инвестировал на 20-летнем сроке, то есть у кого горизонт планирования был 20 лет, там невозможно получить убыток. Ни в акциях, ни в облигациях. А, как мы видим, средняя доходность этих инструментов 10,5% годовых. Мне кажется, это великолепная доходность. Хотела остановиться еще на фонды, каких управляющих выбирать, и тоже хотела показать статистику. Это объемы топ-15 управляющих компаний России. Я думаю, что вы наверняка их слышали. Возьмем, для примера, Сбербанк и ВТБ. То есть под управлением у Сбербанка и у ВТБ почти по 7 миллионов долларов. В общем, топ-15 управляющих компаний России владеют 92 миллиардами долларов. Но посмотрите, как это меркнет на фоне вообще мирового инвестирования. То есть наш рынок топ-15 российских управляющих компаний в 206 раз меньше, чем крупнейшие мировые управляющие компании. Я думаю, что вы все, ну там, большинство, как минимум, слышали BlackRock, Vanguard, Alliance, Fidelity, JP Morgan. Все вы это слышали. И посмотрите, один BlackRock – это как 622 Сбербанка. То есть 622 Сбербанка – одной из самых крупнейших управляющих компаний России. Это 600 Сбербанк. Вы только просто вдумайтесь, да, инвестировать либо в управляющую компанию Сбербанк, либо в BlackRock. Это совершенно две большие разницы. И даже самое занимающее 10 место в этом топ-10 управляющих компаний мирового класса, вы посмотрите, даже она, эта компания, Golden Such Group, в 10 раз больше всего рынка России. Мне кажется, это о чем-то говорит. И, для примера, это логотипы этих крупнейших компаний. Я думаю, вы все их тоже знаете. Что важного я хотела сказать про финансовые цели. То есть если у вас, когда вы ставите перед собой цель, то есть инвестиции – это всегда цель, это не набор каких-то инструментов, это всегда цель, то у нас есть только два варианта – это краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Так вот, если ваш горизонт меньше пяти лет, то вам доступны только депозит, недвижимость, то, что все вот это вот мало-мало доходное. То есть по факту это ноль. Вы помните, что реальная доходность – это ноль. То есть вы только с трудом сохраняете эти деньги. Если мы говорим, что ваш горизонт планирования 5+, а лучше 10+, то это уже долгосрочные инвестиции, и вы можете себе позволить инвестиционный портфель. Только в этом случае вы можете себе позволить. И смотрите, то есть те, кто выбирает, все время живет в краткосрочном горизонте 5 лет, пытается заработать на каких-то рынках, то на самом деле он как бы живет как черепашка. То есть он просто сохраняет эти деньги. Но тот, кто смотрит в будущее, тот, кто смотрит вперед в инвестиционные портфели, то я бы сказала, что он гепард. И скажите мне, пожалуйста, каких посредников вы знаете? То есть через кого вы будете инвестировать? Какие у нас три основных посредника есть? Я вам подсказываю, три основных посредника. Напишите мне, а то я очень долго говорю. Мне кажется, вы уже устали. Я не очень привыкла, что у нас так разнесено окна, и я вас не всегда вижу. Напишите, я жду, потому что задержка. Кто-то пишет. Еще он молод. Так, напишите. Нет, дождусь я. Каких посредников вы знаете? Основных посредников. То, через кого вы можете. Брокер. Но мне конкретные имена не нужны. Мне нужны, да, вот брокер. Отлично. Финам для России. Я могу сказать, что из тех примеров, которые я привела, вы уже заметили, что в принципе инвестировать нужно в твердой валюте. А твердой валюты, инструментов в твердой валюте на территории России, и я думаю, на территории других стран СНГ, в принципе, либо мало, либо нет совсем. То есть это даже, ну, невозможно назвать, что это какие-то хорошие инструменты. Так, пифы, брокеры. Окей, я поняла. Смотрите, на самом деле все просто. Для зарубежных инвестиций у нас есть всего лишь три основных посредника. Это банки, брокеры, страховые компании. Это то, где вы можете купить, ну, практически любую инвестицию. И если мы говорим о банках зарубежных, то это очень дорого всегда. Это, скорее всего, будет начинаться от миллион долларов. Вот, и если у вас денег немножечко меньше, чем миллион долларов, то, соответственно, вам достаются только две компании. Это брокер и страховые компании. И как выбрать посредника мы сегодня не будем касаться глубоко, но я хочу вам сказать простой способ. То есть это тот первый триггер, по которому мы отбираем посредников для своих клиентов. Брокер, надежный брокер. Именно мы говорим про надежных брокеров не в России, а за рубежом. То надежные брокеры чаще всего начинаются от 10 тысяч долларов. Но для того, чтобы составить сбалансированный и хороший портфель, для клиента, и чтобы не потерять на издержках, ну, большие издержки не нести при переводах средств из России или с другой страны, то надо понимать, что портфель все-таки должен быть хотя бы 50 тысяч долларов. Для нормального сбалансированного портфеля. То есть понятно, что один фонд ТТФ вы можете купить, но если вы хотите получить хороший портфель, сбалансированный, правильный, то, конечно же, это чем больше денег, тем легче его составить. Страховые компании некоторые позволяют инвестировать от 100 долларов, но понятно, есть непреложный закон, чем больше вы инвестируете денег, тем ниже вашей издержки. Поэтому я бы рекомендовала начинать либо с 300 долларов ежемесячно, либо, если у вас есть разовые суммы, то это от 10 тысяч долларов. Это мы говорим не про российские или не про какие-то местные компании, там, Казахстана или Белоруссии и так далее. Мы говорим именно о глобальных компаниях и брокерах, и страховых компаниях, которые на международном рынке котируются и работают на всех рынках, как инвестиционных, так и на всех странах мира. Практически они принимают людей со всех стран мира. Вы же не хотите, например, открыв счет у брокера, потом случайно уехать на полгода, там, точнее, открыть у российского брокера, уехать на полгода или на год, или на два, или на три, жить за границу или куда-то, и идти закрывать свой счет и переводить к другому брокеру свои средства. Во-первых, это невыгодно. Во-вторых, опять же, повторюсь, что российские компании не всегда предоставляют тот выбор, который бы хотелось, либо работают через свои же дочерние структуры, которые, в принципе, нам невыгодны как клиентам. И зачем действовать через каких-то посредников, когда можно пойти и напрямую открыть там у прямого брокера или у глобальной страховой компании. В заключении я хотела бы показать, как время влияет на инвестиции. Приведу кейс своих клиентов. Две семьи. Я буду говорить про московские семьи. У одной семьи доход 120 тысяч рублей. То есть, смотрите, если в семье работает два человека, то они получают по 60 тысяч рублей. На сегодняшний момент 60 тысяч рублей у меня зарабатывал в корпорации обычный бухгалтер. Соответственно, семья из двух человек в Москве, 120 тысяч рублей, это вообще легко зарабатываемые деньги. Если мы говорим про вторую семью, то второй семье старшему члену семьи 45 лет, и семья уже более состоятельная, она зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц. Обе семьи одинаковые, три человека в семье. Доход, пассивный доход, как мы выясняли, на консультации нужен к 65 годам. И ожидаемая доходность, которую мы ожидаем, 8% в валюте, это в реальной доходности, она может быть чуть выше. И посмотрите, какая сумма нужна, как вы думаете. Скорее всего, вы все уже знаете. И как вы думаете, чтобы получать пассивный доход, 2000 долларов, да, или 120 тысяч рублей на текущий момент. Как вы думаете, какая сумма нужна? Напишите, пожалуйста, чтобы я видела, что вы не спите, вы меня слушаете. Я пока посмотрю вопросы. Если горизонт инвестирования 25 лет, начальный капитал 3000 долларов, цель миллион, как лучше инвестировать через страховую или через брокера? Ну, 3000 долларов – это не очень большие деньги для старта. При этом нужно смотреть, сколько вы можете инвестировать ежемесячно или ежегодно, или же квартально. От этого будет зависеть через брокера или через страховую. 400 долларов. Ну, кто-то практически правильно ответил. 480 тысяч. То есть нужно 480 тысяч долларов, чтобы получать 2000 долларов в реальной доходности. То есть мы будем считать в реальных. То есть это через 20 лет, да, у нас 35, да, 20 и 30 лет. Вот, то есть эти деньги также будут 480 тысяч долларов в реальной доходности. Как вы думаете, будет ли цель достигнута у этих двух семей? Мне интересно ваше мнение. Пока вы пишете, я сейчас посмотрю, сколько у меня есть время еще. У меня еще 7 минут, я укладываюсь. Жалко, что идет задержка, я не вижу ваших ответов. Ага, 30 тысяч в месяц. Так. Хорошо. Пока вы пишете, будет ли цель достигнута, я вам скажу, что будет, конечно, и у той, и у другой семьи. Вопрос только за какими средствами. Смотрите, если бы эти две семьи достигали бы ту же самую цель на депозите, или, как мы с вами сказали, на облигациях, на недвижимости, на всем том, что приносит нулевую доходность, реальную доходность, то, смотрите, одной семье пришлось бы откладывать от своих 120 тысяч 80 тысяч, второй семье 200 тысяч 120. Мне кажется, это нереальные цифры. Я не знаю, что думаете вы, но я думаю, что это нереальные цифры. Если они будут инвестировать инвестировать ежемесячно, то одной семье всего лишь понадобится 21 тысяча. Подумайте только, от 120 тысяч, 21 тысячу, это 18% от их дохода. Я вам хочу сказать, что это очень комфортная цифра, которая позволит им не только достигать эту цель, но еще, а им 30 лет, точнее, а им 35 лет, то есть они еще могут успеть взять себе ипотеку, если им надо, или накопить на какие-то другие цели, и так далее. То есть все-таки это очень комфортная сумма. И посмотрите, для второй семьи в 45 лет они уже должны откладывать 52 тысячи или почти 900 долларов. Это 26% от дохода. Это серьезная нагрузка. То есть 30% от дохода – это уже серьезная нагрузка для того, чтобы начать себя прижимать в чем-то. То есть если вы не хотите себя в чем-то ужимать, то, конечно, нужно начинать это действовать раньше. И посмотрим результат. Смотрите, первая семья вложила 7,6 миллионов, или 127 тысяч долларов за 30 лет, а вторая семья вложит 12,6 миллионов или 210 тысяч долларов. Но самое интересное, наверное, вот это. Во-первых, разница составит 5 миллионов. То есть это квартира в Новой Москве. Кто живет в Москве, знает, что в принципе в Новой Москве можно купить квартиру за 5 миллионов рублей. То есть первая семья заработала мало того, что за всю жизнь, ну, как бы вот за эти 30 лет она дополнительно себе приобрела квартиру, да, или потратила просто на свой жизненный комфорт здесь и сейчас. Но и, то есть не только меньше вложила денег, но и получила тот же самый результат с меньшими усилиями. То есть 480 тысяч долларов им далось гораздо-гораздо легче. Поэтому я всегда говорю, благосостояние семьи – это в первую очередь план, а не средства. Это всегда план. То есть если у вас есть план, значит, средства не так важны. И дополню фразы Киосаки, если у вас нет плана, как стать богатым, значит, у вас точно есть план, как стать бедным. Вы просто об этом еще почему-то не знаете. И я хотела задать вопрос, хочет ли кто-то миллион долларов накопить и получать потом пассивный доход с миллиона долларов. Вот Виктория задает вопрос. Нина, возможно, ежемесячно инвестировать 350 долларов через брокера и через страховую компанию? Через страховую возможно и через брокера возможно. Но вопрос в том, что 350 долларов вам просто невыгодно будет делать переводы. То есть даже если вы откроете счет на 10 тысяч долларов, а потом будете пополнять 350 долларов, это вам будет просто невыгодно по издержкам. А если есть деньги, но нет дохода стабильного, как быть? Это мы будем, я думаю, разбирать в клубе подробно, потому что, конечно же, сначала надо заиметь стабильный доход, либо его вывести на какой-то уровень, а потом уже заниматься инвестированием. Ни о каких инвестициях, если у вас нет стабильного дохода, речи быть не может. Либо это должны быть какие-то разовые инвестиции. Как я уже сказала, что у нас есть три блока. Это защитный блок, это ликвидный блок, инвестиционный, и они всегда должны быть. То есть они друг друга дополняют, они взаимоисключают. Павел пишет, неправильно посчитали. На самом деле это не так, то есть посчитали правильно. 8%, когда у вас уже накоплен капитал, вы никогда в жизни не будете тестировать под 8% годовых. То есть надо понимать, что когда капитал накоплен, то вы переходите в более консервативные инвестиции. Иначе есть риск потерять весь капитал. Поэтому расчеты все сделаны верно, проверяйте. Елена Киасаки, конечно, читали. Спасибо за вопрос. Итак, смотрите, те, кто написал, если вдруг, что хочет миллион долларов, то его достичь очень легко. Посмотрите, сколько у вас есть лет в запасе. Посмотрите, какую доходность вы можете получить от фондового рынка или от других инструментов, может быть, от бизнеса своего личного. Найдите тот столбик, и вы узнаете ту цифру, которую вам нужно откладывать прямо завтра, для того, чтобы достичь эту цель. Каждый месяц прямо завтра начинайте откладывать эти деньги, и обязательно свой миллион долларов у вас будет на счету. И я хотела бы, чтобы вы продолжили фразу «Ждать значит что?». Я думаю, что вы все знаете ответ. Ждать значит потерять. Поэтому не тратьте время, всегда принимайте решения быстро и обучайтесь. И в заключение я хотела сказать вам, выберите, какой будет ваш финансовый план. Часто я встречаю людей, у которых есть куча финансовых инструментов, то есть им напродавали финансовые инструменты различные, и они выглядят как вот эти лоскутки, разбросанные в разном виде, то есть непонятно, зачем каждый лоскуток приобретен в том или ином виде, то есть зачем все эти финансовые инструменты, которые вы себе наприобретали, или же у вас будет вот такой финансовый план, состоящий из определенных видов инструментов, четко упорядоченный, и вы понимаете, какой инструмент, какой цели и зачем, и что в нем лежит, и к чему он вас приведет. То есть выберите тот финансовый план, который вам комфортнее. Я желаю вам всем приобрести вот такой сиреневый, в сиренево-бежевых тонах финансовый план. И давайте подводить итоги. Я уже все. Первый шаг, который вы сделаете в ближайшие 72 часа. Конечно, за 30 минут невозможно рассказать инвестиции, поэтому я надеюсь всех вас увидеть в клубе, в закрытом чате, надеюсь лично со всеми пообщаться и рассказать более подробно, по шагам мы пройдемся. И я думаю, что каждый из вас сделает и свой финансовый план, и определится с суммами инвестиций, и определится со всеми посредниками. Мы расскажем, что такое надежные посредники, что ненадежные, кому стоит доверять, кому не стоит, какие фонды надежные, какие не очень, и что действительно, какие нормальные инвестиции, куда действительно нужно инвестировать. И если вы вспомните тот график, который я вам показывала, 86 лет, поверьте, то, что сейчас происходит на рынке, мне как инвестору абсолютно все равно. И если вы будете вести себя как инвесторы, то вам тоже будет абсолютно все равно. И я считаю, что самый простой путь – это надо начинать с портфельных инвестиций, дальше по желанию добавлять любые виды инвестиций. Но я могу сказать одно, что я вижу по своим клиентам, что те, кто активно инвестирует и пассивно, то пассивные их портфели гораздо лучше себя чувствуют и большую доходность показывают, чем их активные инвестиции. И я иду смотреть, какой вы шаг сделаете в ближайшие 72 часа. Вы, надеюсь, все знаете. И мои контакты. Я всем буду, всех рада видеть в своем телеграм-канале «Финансы с Полянчевой». Если вам интересно, присоединяйтесь. Я там пишу свои мысли, свои кейсы клиентов. В общем, все, что мне интересно, интересно связано с управлением личных финансов. Итак, давайте я посмотрю. Юрий, спасибо, что есть защитный блок. В защитный блок много чего входит, в том числе страхование. Поэтому я думаю, что подробнее мы будем разбирать. У меня сегодня была тема инвестиции. Вчера вам чрезвычайно должны рассказать об этом. Поэтому будем разбирать более подробно. А если доход стабильно маленький, значит, надо прокачивать себя с точки зрения заработка больше, то есть зарабатывать больше. Сейчас в мире, в электронном мире, очень легко зарабатывать. То есть, но не на инвестициях. Не думайте, что вы профессионалы в инвестициях и будете зарабатывать. То есть, инвестиции нам для того, чтобы приумножить свой капитал и наше будущее сделать беззаботным. Я жду от вас ваш первый шаг в ближайшие 72 часа. Мне очень интересно. Возможно, вы уже написали, но идет задержка. И готова передать слово обратно. Спасибо всем, кто слушал. Все, я отключаюсь. Всем до свидания. Была рада видеть всех. Так, спасибо большое, Нина. Суперское выступление. Я всегда, когда вас слушаю, еще для себя что-то отмечаю. Давайте поаплодируем восклицательными знаками в чате о выступлении Нины Поляничевой. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, если вам понравилось, если вам что-то резонировало, что-то уже для себя взяли. Я представлюсь еще раз для тех, кто пропустил начало. Меня зовут Максим Чернов. Я сооснователь проекта Юсти, нашей образовательной платформы Юсти. Я не разбираюсь в финансах, как это делают Эдвард Дубинский или как делает Нина Поляничева. Но я, как один из сооснователей образовательной платформы Юсти, могу сделать так, чтобы их знания дошли до вас, чтобы вы обучились тем экспертным знаниям, которые есть у наших экспертов, у наших спикеров. Ребят, хорошо, давайте я вам сейчас покажу презентацию свою, которую небольшую я для вас приготовил. Я хочу, чтобы мы поговорили на несколько вопросов. Зачем вообще инвестировать? И зачем надо понимать, как это делать? Вот и Эдвард, и Нина сегодня сказали о том, что есть трейдинг, есть инвестиции, есть заработок на деньгах, когда вы проактивно что-то делаете и, например, жестко играете на бирже и занимаетесь трейдингом, а есть инвестиции. И если вы хотите на самом деле сохранять и приумножать свои деньги, вам нужно быть финансово грамотными. Зачем нам нужна финансовая грамотность? Первое. Уметь управлять денежным потоком и увеличивать свои доходы. Дальше. Отсекать лишние расходы в жизни и в бизнесе. Контролировать финансовую ситуацию и до сих пор. Уметь увеличивать свои сбережения надежно и с минимальными рисками. Создать пассивный доход и обеспечить себя до конца жизни. Кто хочет за счет знания финансов, за счет инвестиций в правильные, надежные и высокомаржинальные инструменты. Кто хочет создать пассивный доход? Напишите плюсы в чате, если для вас идея пассивного дохода кажется классной и интересной. Зачем еще нужно быть финансово подкованным? Чтобы зарабатывать на инвестициях. Об этом я уже сказал. Смотрите, ребят, сейчас без финансовой грамотности реально никак. То есть речь сейчас не идет о том, что вы, допустим, разбираетесь в личных финансах или нет. Инвестируете вы или нет. Речь идет о том, когда вы это начнете делать. И это можно начать делать и в 20, и в 30, и в 40 лет, и в 50 лет. Например, начать инвестировать, выбрать правильные инструменты для инвестиций, которых очень большое множество. Вы наверняка сталкиваетесь с тем, что вам говорят, окей, покупай биткоин, и на биткоины сейчас можно заработать. А вы просто не понимаете, это вообще инвестиция, и можно на этом зарабатывать или нет. Но этому надо учиться. Это не вопрос, будете ли вы этому учиться. Вопрос, отстанете вы от уходящего поезда или нет. Понимаете? Смотрите, вот то, что мы сегодня давали вам на этом вебинаре, то, что мы вам давали на вчерашнем вебинаре, мы будем контент еще более полезный, еще более сфокусированный, более точечный, со всеми инструкциями, шагами давать в нашем закрытом клубе, про который, кстати, говорила вот Нина, как раз заканчивая свое выступление. Вы можете сказать, ребят, это не при меня. Ну, конечно, среди вас есть люди, которые считают, что финансовая грамотность, да, это не при меня, инвестиции, это не при меня, я-то все знаю, у меня лежит там на депозите в Сбербанке, а какие-то деньги, я тут, в принципе, что-то разбираться, я это все понимаю. Лучше пойду биткоин куплю. Ну, смотрите, понимать и не делать, это все, это то же самое, что не понимать. То есть, да, у вас есть какие-то представления в голове. С большой вероятностью вы их не реализуете, и еще с большой вероятностью они не совсем правильно сформированы, потому что нас этому нигде не учили, ни в институте, ни в школе, нам не рассказывали, как инвестировать, как приумножать свое состояние. Как отсекать лишние расходы. Нас этому реально нигде не учили. Ну, и согласны? В школе, в институте почему-то нас не учат этому важному знанию. Оцените сейчас от нуля до десяти ваш уровень финансовой грамотности и понимание инвестиций. Ребят, насколько вы разбираетесь в инвестициях и насколько вы финансово грамотны от нуля до десяти поставьте сейчас в чате. Сейчас прям сделайте это. Смотрите, есть несколько мифов и проблем, с которыми мы сталкиваемся у многих людей. Мы видим, что очень у многих нет финансовой подушки безопасности на шесть месяцев. Это то, о чем постоянно говорит Эдвард, то, о чем говорят другие эксперты по финансам и инвестициям. И мы видим, что у многих людей просто этого нет. А что еще мы видим? Страх остаться без денег и невозможность обеспечить свою семью достойным будущим. Тоже, к сожалению, мы очень часто видим эту проблему. Деньги управляют вами, а не вы ими. Вот у кого есть такая история, напишите пятерочки в чате. Напишите пятерочки в чате, если вы понимаете, блин, что вы не разбираетесь в ваших расходах и доходах. Вы не понимаете, как их приумножить, как их сохранить, во что вкладывать, в чем держать валюту, в долларах, в евро, в рублях. А вкладывать в зарубежные инструменты, в паевые, в фонды, в России, еще где-то, в акции, в облигации. То есть вы не понимаете, деньги управляют вами. И вы, скорее, такой заложник той ситуации, даже того дохода. Может быть, он и неплохой доход, но вы заложник этой ситуации. Еще одна проблема. Нет финансового плана и стратегии достижения своих финансовых целей. Тоже очень часто мы это видим. Нет знания, куда инвестировать и как это делать. Страх попасть в пирамиду и потерять все деньги из-за неграмотности в инвестициях. Этого сейчас очень-очень много на рынке, некачественного контента, некачественных советов, неправильных экспертов. Этого сейчас просто масса. И еще один миф, который я хотел сказать, это инвестиции – это тяжело и опасно. Ну, ребята, это вообще не так, если немножко разобраться, немножко стать финансово подкованным и понять, какие основные инвестиционные инструменты, где какие риски, где какая доходность. Это не так сложно, как многие думают. Еще одно – не знают, люди не знают, как создать пассивный доход, даже если зарабатывает от 500 долларов. И еще мы видим много других проблем и мифов. Какие есть решения? Смотрите, можно обучаться за счет своих проб и ошибок. Какой минус здесь? Нужно потратить много времени и денег. Можно пройти обучающую программу практика. Какой здесь минус? По деньгам это может позволить себе далеко не каждый. Плюс нет поддержки после курса. Никто не отвечает вам на вопросы, которые возникают у вас после самой программы. У вас просто взяли деньги, обучили и забыли. Что же тогда делать? Мы в нашем проекте Юсти с моим партнером и с нашими экспертами, которые есть у нас в проекте, мы поставили себе цель – найти ответ на этот вопрос. И смотрите, ребята, к чему мы пришли. Мы хотим, чтобы каждый желающий человек мог обучиться у топовых экспертов по финансовой грамотности и инвестициям. Чтобы каждый мог получить самую актуальную информацию, которую нет в свободном доступе. Чтобы каждый мог получить поддержку 24 на 7 от ваших финансовых советников. Мы хотим, чтобы люди, которые хотят приумножать свой доход, были в клубе инвесторов, единомышленников, людей, которые их поддерживают, которые их допинывают до их финансовых целей. И мы хотим, чтобы каждый мог получить инвестиционные стратегии и портфели под ключ. И смотрите, ребят, цена всего этого за месяц не больше, чем обычный поход в кафе. Чуть позже, а буквально через пару минут я про это скажу. Вы просто будете в шоке. Это реально, спросите вы? Это более чем реально. Смотрите. UST Finance – обучающее сообщество по финансовой грамотности и успешным инвестициям. Давайте, ребят, я покажу, я покажу, как выглядит это сообщество, как выглядит грамма, и вы все сами поймете. А если вы уже, кстати, хотите быть внутри нашего сообщества, если вы поняли, что это для вас, то я сейчас попрошу модераторов, которые есть в чате, прислать ссылку на наше сообщество. Как только вы ее увидите, перейдите по ссылке и оставьте заявку на участие у нас. Хорошо? Смотрите, как проходит процесс обучения. Первое. У нас есть закрытая платформа. Вы получаете к ней доступ, где, собственно, будет проходить обучение, где у вас есть уроки. Уроки открываются раз в неделю, то есть каждую неделю вы получаете новый видеоурок, новую инструкцию, чек-лист, шаблон и так далее. Это все у вас в вашей обучающей платформе находится. Дальше. Онлайн-сессии с экспертами, которые мы проводим каждую одну-две недели. К нам подключаются в лайве эксперты, отвечают на ваши вопросы и проясняют ваши проблемы. Собственно, у нас есть блоки видеоуроков и у нас есть блоки таких живых вебинаров, когда эксперты подключаются и отвечают на ваши вопросы по финансовым инвестициям и дают вам обратную связь. Что еще есть? Практические знания. То есть мы хотим ваших результатов. Для нас критично важно, чтобы вы оставались с нами в сообществе. Поэтому, чтобы закрепить результат после каждой сессии, спикер дает вам на выполнение практические задания. И вы дальше можете задать вопросы о том, как это лучше сделать в вашей ситуации. Что-то, если вам непонятно. Вы не только просто проходите видеоуроки, вы еще и получаете всестороннюю поддержку 24 на 7. Вы получаете поддержку от экспертов, которые отвечают на ваши вопросы. Плюс мы делаем видеоуроки, мы делаем чек-листы, PDF-инструкции. Очень сжато, понятно. Мы хотим, чтобы вы долго не разбирались, чтобы вы посмотрели урок, скачали инструкцию, прошлись по ней и уже сделали, чтобы у вас это не занимало много времени. И очень важно, вы получаете доступ в этот последний пункт к закрытому чату, где вы будете с такими же ребятами, вашими единомышленниками, инвесторами, которые хотят развиваться в финансах, которые хотят развиваться в инвестициях. И там же будут эксперты, которые также будут давать вам обратную связь, поддержку, будут помогать вам идти по программе. Хорошо? Ребят, напишите плюсы, кому идея находиться в таком сообществе с такими экспертами, с такой обратной связью, кому она близка. Напишите плюсы в чате. Давайте я покажу вам... Давайте я покажу вам... Смотрите. Давайте я покажу вам, какие темы... Какие темы мы проходим, и я переключусь на... Я отвечу на ваши вопросы. Итак, первое. Финансовая грамотность. Управление семейным бюджетом. Это темы, да, которые у нас есть в сообществе, уроки, которые вы получаете. Дальше. Финансы для предпринимателей, то есть для бизнеса. Финансовое планирование будет там же. Создание капитала личного и семейного. Как делать накопление? Это что касается финансов, что касается инвестиций. Вы получаете полную поддержку и контент, обучающий в следующих видах инвестиций. Акции и облигации, драгоценные металлы, криптовалюты и блокчейн-технологии, зарубежные и паевые фонды, недвижимость и покупка долей в бизнесе и многое другое. Что в итоге вы получите? Научитесь грамотно управлять своими финансами, пассивный доход с помощью надежного инвестирования. Создадите капитал для инвестирования в финансовую подушку безопасности. Вы попадете, ребят, в окружение инвесторов и единомышленников. И вы просто поймете, как работают инвестиционные рынки и куда лучше вкладываться с минимальными рынками, с минимальными рисками. Ребят, сейчас я покажу вам стоимость обучения. Я хочу просто вас шокировать. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько та ценность, которая есть в сообществе, превышает тень вашей инвестиции сегодня в участие. И после этого я отвечу на ваши вопросы, я переключусь на чат. Вообще, такой набор экспертов, я сейчас покажу вам чуть позже экспертов наших, и такой набор знаний, он стоит реально… Вот мы видим рынок, мы знаем, что есть на рынке, это стоит 2-3-4 тысячи долларов. Но наша цель, чтобы как можно больше людей стали финансово грамотными, чтобы как можно больше людей умели приумножать свой капитал. Хорошо, эти знания вы можете получить, получать каждый месяц по цене похода в кафе. Смотрите, у нас стоимость участия стандартная в месяц 6900. Но если вы сегодня вписываетесь в нашу обучающую программу, то ваша месячная стоимость участия всего 2 990 рублей. Это просто космос. Когда мы придумали эту программу, наполнили ее теми знаниями, экспертами, технологиями и уроками, которые у нас есть, и поняли, что мы хотим сделать это массово, мы хотим сделать так, чтобы как можно больше людей были с нами, и мы сделали цену сначала 6900 стандартную, и потом мы решили на этом вебинаре дать стоимость 2 990. Мы просто сами были в шоке от того, насколько эта стоимость низкая по сравнению с той ценностью, которую вы получаете. Ребята, хорошо, давайте переключусь на ваши вопросы и отвечу на них. По ссылке сейчас вы видите, Юсти образовательная платформа забронит свое участие прямо сейчас. Вы видите ссылку на Юсти.Ми, перейдите по ней, если вы уже хотите быть с нами, перейдите по ней и начните учиться на нашей образовательной платформе, начните получать знания, начните увеличивать доход свой и своей семьи. Поэтому бронируйте участие. Так, смотрю, почему посвящены первые 4 урока. Антон, смотрите, мы начинаем сначала с финансовой грамотности. Мы не кидаем вас сразу в «инвестируйте в биткоин». Это неправильно. Сначала мы вас готовим. Вы делаете свой личный финансовый план. Вы разбираетесь со своими финансами. Вы понимаете, где у вас деньги утекают, сколько вы зарабатываете. То есть вы составляете личный финансовый план и стратегию ваших финансов и вашего инвестирования на годы вперед. То есть мы в том числе доходим. Допустим, мы рассчитываем вашу пенсию, рассчитываем, какой пассивный доход вам нужен, допустим, чтобы не работать на пенсии. Это вы делаете в первые 1, 2, 3 урока. Дальше мы начинаем заниматься плотно очень инвестициями. Дальше мы даем все инструменты по инвестициям, и вы начинаете уже инвестировать. Окей. Есть ли смысл вступать в клуб и задумываться об инвестициях, если на сегодняшний день имеющегося дохода пока не хватает для жизни? Роман, очень хороший вопрос. Спасибо за него. У меня есть друг Евгений Хоченков. Парень, который, может быть, кто-то слышал про него. Парень, у него много бизнесов, и он очень-очень круто разбирается в личных финансах. Кстати, я попрошу его выступить у нас в клубе. Если вы его знаете, вы оцените его крутость тоже. Так вот, он рассказывал про одного своего знакомого, у которого он работал у него дома, в его доме в Испании. И он занимался какой-то то ли сантехник или что-то такое. То есть он какой-то работой по дому у него занимался. И он жаловался на то, что ему не хватает денег на жизнь. И они как-то сели с Женей и расписали его финансовый план, посмотрели, на что он тратит, посмотрели, сколько он зарабатывает. И оказалось, что у него деньги просто сливаются из-за того, что он ездит каждый день на такси. Он думал, что в этом городе, в этом городке испанском, где он живет, такси – это как бы нормально, оно для всех доступно, это недорого. А по сути, они пересчитали, сколько бы он тратил денег, если бы ездил на общественном транспорте и если бы ездил на такси. И получилось, что у него просто очень большой кусок его семейного бюджета уходил на то, что ему не нужно. Понимаете, в чем дело? Первое, что вы должны сделать – вы должны понять, какие дырки есть в вашем семейном, в вашем личном бюджете, которые, из которых просто утекают ваши деньги. Сколько стоит начинающий курс? Павел, месячное участие у нас стоит 6900, но для вас на этом мастер-классе мы даем специальную стоимость 2990 в месяц. Если вы вступаете сейчас за 2990 в месяц, эта стоимость не повысится для вас никогда, вы закрепляете ее навсегда. И любые другие повышения цен, которые будут происходить дальше, когда мы будем набирать новых участников, они вас не коснутся. Вы всегда будете на одной планке 2990. Хорошо? Так, программа на ближайший месяц, да, уже рассказал. Окей, окей, окей. Хорошо, ребят, спасибо. Если еще есть вопросы, пишите. Если еще есть вопросы, пишите. Давайте я покажу вам, я расскажу вам сейчас две вещи. Первое. Что такое подписка, да, чтобы вы понимали, чтобы мы с вами были на одной волне. Перед тем, как я начну рассказывать, зайдите по ссылке сейчас в чате, верхняя ссылка от проекта Юсти, и перейдите на страницу записи в наш закрытый клуб и в нашу обучающую платформу. И оставьте заявку на участие. Хорошо? Если вы решили, что вы хотите прокачивать свои личные финансы, свои семейные финансы, если вы хотите инвестировать, то не ждите, сделайте прямо действие сейчас. Не ждите и оплатите участие сейчас, чтобы точно забронировать под себя самую выгодную стоимость 2990. Это просто, реально, это смешные деньги, если вы посмотрите на то, какая стоимость участия в десятой доле тех знаний, которые даем мы у себя в проекте, то вы увидите, что у других проектов она гораздо-гораздо выше. Стоимость. Что такое подписка? Ребята, если вы платите за телефон или за интернет, или покупаете какие-то сервисы в интернете, допустим, на ежемесячной основе, то вы знаете, что такое подписка. У вас проходит ежемесячно автоматический платеж за ту услугу или за тот продукт, который вы получаете. То же самое здесь. Вы подписываетесь на участие на месяц. И вы продолжаете, если вы продолжаете с нами во второй месяц, то у вас в конце первого месяца на 30 или 31 день снимется стоимость следующего месяца. Но если вы не хотите быть с нами дальше, если вы считаете, что для вас это оказалось не полезно, не актуально, то в два клика вы заходите в личный кабинет и в два клика просто отменяете подписку. Все. У вас больше нет никаких списаний. То есть это, смотрите, это самая честная модель взаимодействия между нами как основателями этого сообщества и вами как клиентами, как нашими резидентами. То есть вы пробуете реально за стоимость, которая является эквивалентно по ходу в кафе, вы пробуете на вкус нашу программу, наши обучающие материалы, наших экспертов, которых я вам сейчас покажу. И если вам не нравится, в два клика в личном кабинете отменяете подписку. Все. Давайте покажу вам наших экспертов. Мы реально гордимся нашими экспертами. Они очень крутые. Алексей Тараповский, один из лучших финансовых консультантов России и СНГ. Если смотрите второй по размеру бизнес-блог, который называется «Жизнь.Би», то вот Алексей – это личный финансовый советник Жени Гаврилина, автора этого бизнес-блога «Жизнь.Би». Также он основатель международной финансовой компании, которая создана для управления финансами. И он работал в таких компаниях, как HSBC, Райфайзенбанк и других. Екатерина Баева, сертифицированный финансовый советник с опытом работы в финансовом консалтинге, 14 лет. Она тьютер по работе со взрослым населением, сейчас внимательно, по финансовой грамотности по программе Министерства финансов Российской Федерации, которая внесена в реестр Минфина. Эдвард Дубинский является нашим приглашенным экспертом. Он 7 лет работал в Нью-Йорке на Уолл-стрит. Он сделал IPO на общую сумму 50 миллиардов долларов. Он также купил и выгодно продал Кубань Банк. Это легендарный человек из мира инвестиций и финансов. Инна Баумгертнер, член Международной ассоциации финансовых советников, аккредитованный тьютер Министерства финансов Российской Федерации по финансовой грамотности. Нина Полянищева, которая сегодня у нас выступала, 19 лет в сфере финансов. Она работала директором по финансам в компании Marco Polo Hotel Management. Она работала в финансах в компании Enter. У нее очень большой корпоративный опыт. Финансы – это то, чем она всегда занималась. Кир Горшков – инвестор, продюсер, предприниматель. Человек, который очень-очень круто разбирается в личных финансах. У него другой подход, не корпоративный. Он все прошел на своих ошибках. И он один из, например, первых инвесторов в Dodo Pizza, компании крупнейшей сети пиццерий в Российской Федерации. У него есть нюх и чутье на инвестиции. Светлана Костикова, партнер Международной консалтинговой компании в области личного финансирования Logic Planning Group. Александр Князев, независимый финансовый советник и владелец страхового брокерского агентства в Москве. Человек с огромным корпоративным опытом и уважением на рынке. Это наши эксперты у нас в обучающей платформе Юсти. Ребят, кто уже хочет быть с нами, кто, может быть, уже записался в программу, поставьте восклицательные знаки. И те, кто этого еще не сделал, если вы хотите благополучного финансового будущего для себя, для своей семьи, если вы хотите разбираться в финансах и инвестициях, перейдите сейчас по ссылке в чате и оставьте свою заявку на нашу программу. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Так, сколько стоит начальный курс на финтелекте, Павел? Спасибо за вопрос, Павел. Смотрите, мы платформа Юсти, мы проект Юсти, поэтому мы можем говорить за себя. Если вы посмотрите ситуацию на рынке и посмотрите, сколько стоят курсы у других ребят, то вы увидите, что 2,990, та стоимость, которую сегодня мы предлагаем на этом мастер-классе, это лучшая цена на рынке. Окей, окей, окей. Александр задает вопрос про… на рынке началась коррекция 12-18 месяцев, не будет возможности инвестировать, чем в таком случае буду заниматься. А вы будете инвестировать, потому что есть очень много разных инструментов для инвестирования. Вы думаете, что в течение следующего года вы просто ничего, там, все инвесторы, у которых есть какие-то капиталы, они просто будут сидеть и ничего не делать? Нет, конечно. Вам нужна стратегия для инвестирования. Это не значит, что вы просто заперлись дома, положили деньги под подушку и ничего не делаете. Так, окей. Смотрю ваши вопросы. Хорошо, хорошо, ребят. Давайте еще раз я покажу вам программу, и мы с вами будем уже завершаться. Перейдите сейчас по ссылке. Перейдите сейчас по ссылке usedy.me и оставьте заявку на участие в нашем проекте. Что, кстати, еще один момент, что еще у нас выгодно, отличая от других компаний на рынке, которые в той или иной степени занимаются образованием, у нас разные эксперты с разным подходом, с разными обучающими программами, которые мы сводим в одну программу. То есть мы реально даем вам лучшие знания от ни от одного эксперта, который может ошибаться. Мы даем вам полную картинку от разных узких экспертов, лучших в своей теме. Хорошо? Значит, еще раз, что вы получаете? Ребят, вы получаете доступ к закрытую платформу. Вы получаете видеоуроки, которые у вас уже есть в вашей платформе. Вы также получаете чек-листы, шаблоны. Вы также получаете онлайн-сессии один-два раза, раз в одну-две недели, когда эксперт приходит с мастер-классом, субинаром, отвечает на ваши вопросы, корректирует вас. Вы также получаете постоянную поддержку от других резидентов нашего закрытого клуба и от экспертов, что очень важно. Наши эксперты находятся, как вы, в закрытом чате, где вы можете задавать вопросы, где вы будете вариться в такой тусовке, инвесторской тусовке и в клубе единомышленников. Еще раз давайте расскажу, какие темы у нас в клубе и какие уроки, уроки по каким темам вы получаете. Уроки по финансовой грамотности, уроки по управлению семейным бюджетом, финансы для бизнеса и предпринимателей, финансовое планирование, создание капитала, про то, как делать накопление, про инвестиции в акции и облигации, в драгметаллы, в криптовалюту и блокчейн-технологии, в зарубежные и паевые фонды, в недвижимость и покупку долей в бизнес. Это все темы, которые наши эксперты будут вам давать. Хорошо, ребят. Значит, у нас обычная стоимость 6900 в месяц. Это подписка, да, с автоплатежами. Сегодня мы даем вам специальные условия на этом вебинаре. 2 990 в месяц. Если вы решите, что вы не хотите дальше продолжать находиться в нашей обучающей платформе, через 29 дней зайдите в личный кабинет, в два клика отмейте подписку. Все. Реально, вы инвестируете 2 990 в ваше благополучное будущее. И представьте, сколько, ну реально, чему равна эта сумма. Это один раз один поход в кафе. Просто сопоставьте эту сумму, которую, эту стоимость, которую мы даем вам на этом мастер-классе, и пользу, которую вы получаете от сообщества. Хорошо, ребят, давайте так. Переходите по ссылке. Еще раз мы вам сейчас дадим ссылку. Переходите по ссылке и бронируйте свое участие на нашем закрытом клубе. Сделайте это прямо сейчас. Сделайте это прямо сейчас, и мы будем финалиться. Окей? Ребят, кому было сегодня полезно, кто был сегодня, вчера, кому было полезно, еще раз напишем восклицательные знаки, напишем слова спасибо нашим замечательным экспертам, которые для вас выступали эти два дня, которые делились с вами лучшими знаниями, которые рассказали вам о том, что происходит сейчас на рынке. Давайте им поаплодируем, скажем спасибо, поставим восклицательные знаки. Если вам срезонировало, если вам понравились эти два дня выступления. Спасибо, ребят. Вижу, вижу, вижу ваши благодарственные слова. Хорошо. Если вы с нами в клубе в закрытом сообществе по финансам и инвестициям, прямо сейчас под картинкой трансляции переходите по ссылке и бронируйте свое участие. С вами был Максим Чернов, сооснователь обучающего проекта UST. Мне очень приятно было сегодня в том числе для вас выступить. Я с вами на сегодня прощаюсь. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok